Слава тебе, Господь! Мир вам и благословения! Примите горячий привет от нашей церкви. Вы нас не знаете, мы вас знаем через ваших благословенных пастырей. Диана, Виктор, они очень любимы у нас, служили. И люди хорошо знают. Когда я сказал, что я еду в Екатеринбург, мы это знаем только как Сверловск. Екатеринбург для нас это заграница. То, конечно, многие говорят, о, это наша родина, Сверловск. Тебе понравится там все. Ну, пока Лена, моя жена, стажит, понравилась, я говорю, еще пока не знаю. В общем, привет вам от тех, кого вы не знаете. Аллилуйя! А что самое еще интересно, что, братья и сестры, мы же будем на небесах вместе. Это так прекрасно, где со всех концов, народов, языков, уже не имеет никакой роли значения, как ты выглядишь, как у тебя там, с каким языком. Мы будем на небесах. Аллилуйя! Да? И как бы для документации, чтобы вы потом не отказали, что вы меня не знаете, я бы хотел с вами сделать сельфи. Можно такое сделать, да? Это как документ, понимаешь? И потом, когда я приду, скажу, привет, я был у вас в Екатеринбурге. Ты скажешь, нет, не знаю. Я вытащу хэнди, он будет немножко, наверное, серьезнее там на небесах. И покажу тебе, что я был у вас. Хотим сделать? Можно? У нас надо спрашивать разрешение, если ты фотографируешь. Так что, если кто не хочет, то вы закройте лицо. Вот так. Так, мы видим всех. Ну, я вам скажу, братья и сестры, немножко скучновато как-то. Все это дело выглядит не по-небесному, а? Может, мы как-то покажем, ну, эмоции немножко свои. Я думаю, что можно в церкви показать эмоции или нет? А? Можно, правда? Да? Когда наши дети показывают эмоции радостные, мы радуемся. Давайте как-то вот, ну, или там встань, или, не знаю, как, ну, на твое усмотрение. Ну, немножко эмоции, ладно? И я тогда видео короткое сделаю. Я в Екатеринбурге! Слава Богу! Аллилуйя! Я киргиз. А что с киргиза возьмешь? Как говорит, так и говорит. Аллилуйя! Родился в Киргизии. Жил 27 лет в Киргизии. Потом переехали мы в Германию. Все дети у нас родились, кроме одного, уже в Германии. Старший сын родился в Киргизии. И он всегда говорит, я киргиз. Да? Нам очень нужно долго объяснять немцам, что мы немцы. Они говорят, как так вы немцы? Вы родились не в Германии. У нас, если ты в Германии родился, хоть кто ты будешь? Ты уже немец. А если ты не родился, то ты все. И поэтому я киргиз. Лена, привет! Вот, киргизушка. Красивая киргизушка. Немножко я вам открою дверь в мой дом, покажу мою семью, если там получится, может быть, или нет. Вот. Это моя семья. Возле меня стоит... Это не дочка, это моя жена. Вот. И я ее очень хорошо сохранил. Видите, свеженькая какая, да? Это тоже показатель мужа, я думаю, что так выглядит жена. Это старший сын, вот, который кучерявый. Ему сейчас 30 лет уже исполнилось. Вот. Крайняя. Это Анжела, дочка. Она выучилась на теолога и занимается пасторским служением в Штутгарте у Петера Венца. Это Мануэла. И Анжела, она тоже выучилась на насильно, хотела служить людям, детям. И она служит в доме сирот, или как сказать. Хотя в Германии такого нету, но если родители... Семья неблагонадежная, то детей могут забрать, и она за ними присматривает. Мануэла, она выучилась на логопеда. Она очень сильно помогает мне в церкви. Вот. Все говорит, что мне делать нужно. И Танечка, это наша, вот, она пошла по моде немножко, ну, занимается прославлением. А Лукас, это наш дар любви. Он родился через 14 лет с отрывом от других детей. Вот. То ему повезло, ему все можно. Да. И старшие обижаются. Как так? Им ничего нельзя было, а ему все можно. Да. Раньше мы были такие родители примерные. Когда мы женились, нам давали советы. Вы смотрите, дети, они сильно чувствуют. Не ложите их с собой в койку, сразу в отдельную комнату, чтобы они привыкли. И мы это так, все это, они лежат. Танечка, папа, можно? Ну, что, тебе жалко вас здесь вот? Я немножко на подушке место возьму. Нет. Нет. Чтоб ты не испортилась. Иди в свою комнату. Вот. А потом я понял, прошло время. И я ищу моих детей и думаю, хоть бы они сейчас вот вечерком бы легли здесь, а их нету. Их нету. Я говорю, ляжьте ко мне сюда. А они не хотят. Их нужно искать. Я сказал, Лукас, всегда приходи к нам, ложись. Все, тебе можно. Я тебя не выгоняю. Хоть до свадьбы можешь с нами здесь лежать, спать. Аллилуйя. Вы понимаете, да? Иногда мы такие вот перебарщиваем. А время так уходит, как песок сквозь пальцы. И думаешь, что там парился так? Зачем так сильно нервы тратил? Все будет нормально. Аллилуйя. Иногда нам нужно немножко быть помягче. И все будет хорошо. Да? Это моя семья. Я очень люблю. Лена всем передает привет. Она меня отпустила. Хотя у нас вчера был 31 год нашей свадьбы. Ну, в общем, такое дело. Она сильно ждала цветы. А я забыл. Ну, я говорю, иди купи. Она говорит, не хочу. Придется, наверное, это как-то сделать задним числом. Еще у нас большие изменения в этом городе. Ой, в этом году. В этом году другая. У нас внучка родилась. Маленькая девочка. Вот. Ей сейчас два с половиной месяца. Это такое благословение. Ой, 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 ой. На нее можно смотреть без отдыха. Вот смотришь. Она же такая хорошая, послушная. Мы ей футболку купили. Если мама скажет нет с папой, иди к дедушке и бабушке. Благословение, правда? Хорошее. Ну, девочка. И еще у нас есть один, как сказать, непоседа дома, которого мы завели в этом году. Первый раз. Мои дети как-то. Это наш котик. Абармотик. Он чувствует, когда я начинаю или молитву, или еще, он ходит возле меня, терется. И говорит, продолжай дальше, продолжай. Не останавливайся. Аллилуйя. Да? Вот это вот наша семья. Амин. Мы рады, благословены. Я могу сегодня с чистой совестью делиться с вами теми переживаниями, которыми Бог вложил в мое сердце, в мое служение. Бог дал мне эту милость. Я скажу милость, что мы создали церковь у нас в городе. Это не так просто было. Мы построили свое здание своими силами за очень короткий срок, за, можно сказать, по нашим меркам, небольшие деньги. У меня всегда было желание. Мы выросли еще в Советском Союзе. Я не знаю никаких вот этих вот новых перемен. Я помню только хлеб, который стоил 16 копеек. Это был серый хлеб, 26 копеек стоил белый хлеб. В том времени, представьте себе. И мы были христианская семья, верующая семья. Папа нас воспитывал всегда с глубоким уважением. Он научил нас щедрости. Он научил нас любви к израильскому народу. Он нам никогда не разрешал рассказывать какие-то анекдоты похабные за Израиль. И мы всегда с таким почтением. Он очень учил нас никогда не осуждать. Он говорит, если ты осуждаешь кого-то, то ты можешь этого не зная ударить Христа. Потому что в этом человеке может жить Христос. И поэтому лучше не осуждать. У нас был дом очень гостеприимный. Всегда было много гостей. И вот так вот мы выросли. Папа нам разрешал, благословлял нас. У нас было шесть братьев и три сестры. У нас многодетная семья. Но мы жили очень хорошо. Бог нас благословил. И это его сыновья, это было его сердце. Если, например, кто-то когда-то приходят люди ко мне, как пастор, и говорят, у меня не было отцовской любви, то я даже не понимаю этого, потому что я не прошел через это. И у меня как раз вот другая сторона, где отцовской любви у нас было, ну вот, да. Самое главное, это было для нас страх, когда мама сказала, говорит, что папа придет, я ему все расскажу. И тогда у нас было сколько, два-три часа привести все в порядок с мамой, все нормально. А папа приходил. Как он приходил? Так, пойдем сюда. Что там? Ну и вот этим все и отделывалось. Ну вот этот разговор, это уже как-то уважение или почтение. И мы выросли, у меня всегда такое было желание, когда мы росли с этим, что когда-то мы поедем на историческую родину наших родителей, предков. И у меня, я уже в фантазиях, что мы поедем в другую страну, как все это будет. Конечно, очень много было ожидания, очень много было приятных ожиданий. И у меня было три желания, которые я хотел. Я говорю, Господи, я хочу вот это вот сделать в моей жизни. Три желания. Они такие были, особые желания. Я не знаю, может, даже вам интересно их будет знать. Ну, может, расскажу, может, это будет как-то. Запомните лучше меня или как там. Первое желание. Я говорю, я когда приеду в Германию, я напьюсь апельсинового сока. Вот сколько влезет. Буду пить, пить, пить. У нас же как, апельсины только по одному на Новый год. Апельсиновый сок. И что вы знаете? Это желание у меня исполнилось в первый же день. Я его столько напился, что по сей день не могу пить больше. Второе желание, оно было уже немножко такое, ну, как бы, с весом посложнее. Вот. Я хотел, думаю, посещу Израиль. Это ходил, где Иисус. Он проповедовал, где Он, о чем я проповедую, эти города. И получилось. Аллилуйя. У нас много друзей в Израиле. Мы дружим церквями с Израилем. Тоже получилось. Третье желание было очень такое, ну, можно сказать, большого уровня. Мы жили всегда в притеснении. В притеснении за веру. Мы не могли свободно собираться. У нас получали штрафы. Были гонения. Один раз, я помню, мы молились о крещении Духом Святым с молодежью. Я был как старший в этой группе. Мне было 16 лет старший. И, значит, вот это в посещении, когда это ревность. И мы кричим до Бога, сколько силы есть. И смотрим, открываем глаза. И это не видение, а правда. Стоят милиционеры в комнате. Что делать? А эти, я-то умел управлять уже моим духом. Я перестал молиться на иных языках. А эти шебечут. От страха еще тоже. Ну, где папа, мама? Нас вызвали в КГБ штрафы. И, в общем, такое. Мечта, чтобы какая-то была свобода, свое здание, вообще даже такого не было. Мы собирались по домам, как бы подпольная церковь. И это, я вам скажу, это не то, что где-то там какая-то книжка, которую мы читаем. И это, это вот эта книжка. Это наше поколение. Это не то, что там где-то, в каких-то годах было. Это то, что мы проходили. Я когда своим детям разговариваю, они не могут этого поверить, понять. Это как будто уже 200 лет назад пришло. Это все свеженькое, недавно все это было. И у меня было желание, если я приеду в страну, где есть свободное вероисповедание, я вам скажу, у нас есть полная свобода. Я так благодарю Бога. У нас конституция разрешена. Я могу выйти на любую площадь. Мы можем сделать любое собрание. Я могу говорить, проповедовать. Я могу свидетельствовать всем людям об Иисусе Христе. Свобода Слова в настоящем. Это поистине, наверное, мало таких стран есть, где вообще такое возможно. И мы ценим и благодарим, и говорим, слава тебе, Господь. Пусть это будет так дальше. Аллилуйя. И мы используем этот шанс. Амин. Что я желаю от всей души вам и благословения. И когда мы... У меня было третье желание, это построить дом Божий. Построить церковь. Построить, где люди могут приходить, поклоняться к Господу, славить Его, воздавать Ему славу. И в 2000 году мы купили участок. Участок стоил 500... 500 тысяч евро. И без денег мы сделали кредит. У нас можно кредиты брать. И построили церковь на 750 человек. И мы сегодня служим там. Это стало великим благословением. Многие люди пришли к Господу. Приняли Иисуса Христа. У нас выехало примерно официальное число 4 миллиона людей из бывшего Советского Союза. 4 миллиона – это много. Если всего 80 миллионов в Германии, то 4 миллиона – много. И можно сказать, нету деревни или города в Германии, где не было бы русскоговорящих людей. Практически в каждой деревне и в каждом городе можно создавать церковь. Люди выехали по отношению, как в другие страны, в основном неверующие. Много было нужды, много было боли. Особенно люди, которые не знающие Бога. Дети, подростковые дети не могли найти себя. Большие проблемы заходили, наркомания, разные дела. И я был свидетелем многих чудесных, великих переживаний и благословений. И мы сегодня служим. У нас очень молодая церковь. Больше молодежи, чем пожилых. Мы еще ни одного старичка не похоронили, потому что у нас нету. Настолько вот, ну, как бы, уже, наверное, меня будут первого хоронить старичка. Но я вам скажу, у меня сердце к молодым людям. Я им даю свободу. Я их мотивирую. Делайте что-то. Мы уже, может быть, не так можем. И они очень хорошо, послушные, двигаются, идут. Мы делаем молодежное движение. Один раз в год мы делаем конференцию фейс-то-фейс, где собираются более чем тысяча человек, молодых людей, которые имеют огромное значение. Я об этом сегодня буду говорить, может быть, немножко на молодежном собрании. Так что, молодые люди, сегодня вас ожидают. Очень хорошее, приятное слово, которое поможет вам найти свой путь, свою дорогу в своей жизни. Вот это вот немножко я рассказал о нашей семье. У нас семья, большая семья. Я маму попросил, чтобы она посчитала всех своих. Мама еще живая у нас, папа уже умер. И мне мама прислала, что у нее на сегодняшний день 64 внука и 70... Сейчас... Это еще не все. Это еще не все. Если вы сейчас другое услышите, то даже и сидеть не стоит, можно встать. Но это ваше дело. 64 внука и 74 правнука. 74... Мы даже не можем собраться в одно место. Это невозможно, чтобы всех собрать. Там еще и снохи, и зитья. Мы благословены. Много в семье нашей служителей, людей, которые посвятили свою жизнь Господу. И я думаю, что это тоже большое благословение. И сегодня, что я здесь, я домашний пастырь, я мало езжу. Вот так получилось, что я сегодня у вас, то уже как-то примите, потерпите. Не судите строго. Я думаю, что Господь Дух Святой прикоснется к вам, и мы будем благословенны. Сегодня я хотел бы с вами немножко поговорить на тему, или в моем сердце для вас была тема это творцы или создатели Божьей атмосферы. Творцы или создатели. Если кто-то, у кого-то не хватает веры, творец, это как бы я занимаю место Бога, то всегда мы что-то творим, друзья мои. Творят наши дети, мы творим. Иногда хорошие дела, иногда плохие дела, но, по крайней мере, мы тоже стали творцами, потому что Бог сотворил нас по своему образу, по своему подобию. И я понял, что мы можем творить и атмосферу. Мы пришли сюда, в церковь, мы принесли свою атмосферу сюда. Нас встретили прекрасные поклонники. Спасибо вам большое, кто пел, кто... Ты играл на ударнике, нет? На ударнике кто играл? Встань-ка, а? И спасибо тебе, брат мой. А? Такое благословение. Да? Стой немножко, что ты садишься так? А? Если бы тебя не было бы, у нас уши не болели, а так мы будем молиться за исцеление, аллилуйя. Благословение тебе, я тебе скажу. Твои руки, это великий дар Божий. Пусть Бог хранит твое сердце, твоя... Еще больше пусть... Мечтай о большем, Бог даст тебе это. Амин. Ты тронул сегодня мое сердце. Спасибо тебе. Спасибо тебе, дорогой. Да. И всем, всем, дорогие, это прекрасно, когда ты приходишь, не надо ничего переживать, даже многие не думают, а эти люди, они уже утром встали. Может быть, кто-то не позавтракал, не покушал. Дети там, кто-то других собирал. Они прибежали сюда, готовили все. А мы иногда даже не понимаем этого. Ну, как бы, давай. И еще осуждаем. Или то, или не то. Давайте научимся иметь такое благодарное сердце. И они создали, правда, приятную атмосферу. Да? Там такой дождик идет. Сейчас все забыли, что там тучи и дождик. Когда заиграла эта труба, да там солнце, благодать такая. Думаешь, да что там не этот дождик? Господь здесь. Аллилуйя. Это вот и есть то, что мы сотворяем, создаем, делаем. И в этом великое благословение, дорогие друзья. Аллилуйя. Об этом я сегодня хотел бы поговорить. Вообще, эта тема, я вам скажу, это одна из топовых тем. Атмосфера, загрязнение атмосферы. Что у нас творится в Германии с этой атмосферой? Нельзя в город заехать. В Штутгарт не заедешь. Кругом эти плакаты. Нельзя заезжать. Только 40 километров ездить. Если машина у тебя на солярке, то люди даже боятся подойти к ней, как будто облучение. Никто не знает, откуда это берется пыль. Где ее взяли? Кто ее вообще меряет? Никто не знает. Но это такие политические там интриги. Все запретить. хотят все свежий воздух. Так все хотят свежий воздух. И вот мы дышим, в гору выйдем, дышим свежим воздухом. А я вам скажу, друзья мои, ведь не нас, не этот воздух нас губит, если по-настоящему сказать. А духовная атмосфера или атмосфера, которая у нас царит дома, и этот инженер, который проверяет и меряет эту солярную пыль, или как можно сказать, пыль от солярки, если бы он так мерил свою любовь дома к своей жене и к своим детям, вот этого продлила бы точно его жизнь. Понимаете? У нас очень борются люди за качество. Я работаю в бизнесе, и я постоянно нахожусь с людьми в общении. Иногда есть люди такие дотошные, сепетильные. Он придирается к любой этой царапинке. Все ему не так, все ему не хорошо. И я уже потом не выдерживаю, активирую свои пасторские возможности и начиная ему говорить, если ты так относишься к своей жене, и ты так переживаешь, чтобы ее не оскорбить, не унизить, своих детей любишь, тогда я исправлю эту царапину. Ну, в основном, не так. В основном, чем человек щепетильный в чем-то, где-то у него очень большое недомогание. У нас в стране, к сожалению, много, очень много матерей-одиночек. Где отцы? Они борются за экологию. Они борются за атмосферу. Они создают моторы, которые можешь... Он говорит, я купил машину, один подходит ко мне, я купил машину, можешь возле трубы лечь и спать. Я говорю, я хочу дома на койке возле моей жены спать. Не возле машины, а возле моей жены спать, которая любит меня. Понимаете или нет? Дети. Жена одна воспитывает детей, но он борется за атмосферу. А какой вообще атмосфере? Я думаю, что мы люди, мы способны заблуждаться, и мы конкретно заблудились. Мы обращаем внимание на здоровую пищу. Это очень хорошо, друзья мои. Здорово питаться, это очень хорошо. Аллилуйя. Но не это продлевает нашу жизнь. Не это. А продлевает мою жизнь то, что дает мне настроение. Понимаете или нет? Когда ты идешь домой, и охота домой идти. Можешь сказать, о чем он говорит вообще, как домой не охота идти? Бывает такое, не у всех, но бывает. Снова домой надо идти. и снова вот это вот футбол не смотри, на диван не ложись, газету не бери, иди в душ, что носки раскидал, убери трусы, зубную пасту закрой, крышка на туалете открытая осталась. Это самое, что лучшее. Бедный мужик думает, может, на работу снова пойти? Или не так, друзья мои? мужики говорят, продолжай, а сестры, ой, ой, пастыр не туда клонит. Творцы Божьей атмосферы. Я вам скажу, я принял решение в моей жизни. Я буду поднимать настроение. Потому что очень много тех есть, которые убивают настроение. Намного лучше поднимать настроение. Атмосфера, она сама от себя не приходит, знаете? Особенно атмосфера в доме. Ее кто-то должен делать, ее кто-то должен творить. Если даже мы в молитве и в посте будем молиться, чтобы все наладилось, все стало хорошо, это приобретает небесный такой, ну, авторитет. Но нужно что-то сделать. Если молишься, то можешь помолиться и сказать, Господь, что я должен сделать, чтобы атмосфера в моем доме изменилась? Можешь так помолиться? И здесь я тебе скажу, что точно Дух Святого начнет показывать и говорить тебе, что нужно сделать, что нужно сделать. я написал здесь немножко некоторые соображения, которые для меня стали важны, и я скажу вам, что у нас не только это церковью, в церкви все хорошо, аллилуйя, но ведь домой еще надо прийти, правда или нет? дома тоже может быть еще все ну как-то каким-то путем идет, а потом еще на работу надо пойти. И вот эти вот все вещи, которые я нуждаюсь, я нуждаюсь, чтобы вокруг меня была здоровая, духовная, Божия, психологическая атмосфера. Я вам скажу, где я просто отдыхаю в духе, я сейчас отдыхаю в духе, я отдыхаю, я отдыхаю у Виктора с Дианой в духе, я отдыхаю, приятно находиться, приятно находиться. Я в церкви, у нас есть люди, когда он идет ко мне, я не боязливый человек, но мне неохота с ним разговаривать, вот по-честному так скажу, потому что я знаю, что он уже будет говорить, о чем он будет говорить. Я ему уже все сказал, что я могу, я все болезни уже его исцелил, все, что могу сделать. И вот он снова идет. Вот, пастор, помолись за меня. Я говорю, что такое, Федя, что такое снова? Помолись за меня. Что помолиться? Жена не хочет со мной молиться. А я думаю, я тоже с тобой не хочу молиться. Это я вам только могу сказать, друзья. Это никому не рассказывайте больше. всегда я ему не хочет молиться. Молись сам. Молись сам. Это же не проблема. Понял, что мою жизнь и первое это место, которое, чтобы это как-то по-библейски выглядело у нас. Это второе послание Коринфианам, вторая глава, 14 стих. Если у вас есть, может, Библия или как-то там в телефоне посмотрите, я не знаю. Но стоит заглянуть в это место. Очень хорошее. Мы можем с Библией очень много что-то взять для своей жизни. И хорошо, когда мы каждый день заглядываем в нее, смотрим. Есть очень много вариантов, чтобы Библию читать и при этом иметь наслаждение. Аллилуйя. Амин. Но благодарение Богу, апостол Павел пишет, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. И благоухание, познание о себе, о Боге распространяется нами во всяком месте. Ибо мы Христова благоухания. Аллилуйя. Благоухание. Приятный запах. Приятно общаться. Без нагрузки. Никто не выливает это помойное ведро на тебя. И потом ты сидишь и думаешь, и что с этим всем разбирать? Я тебе сказал, а дальше ты сам думай. Все. Нет. Здесь благоухание приятное. кто верит, что Бог живет в нас, друзья мои? Мы сегодня пели и сказали, что Бог Он за нас. И я верю, что Бог в нас. Мне не нужно шею тянуть и искать Бога. Бог во мне. Скажи, Бог во мне. И я творец Божьей атмосферы. скажи это. Может бы еще это не так выглядит. Не страшно, друзья мои. Но мы хотим туда, мы высказываем наше пророчество и мы хотим быть творцами доброго благоухания. Аллилуйя! Я хочу, чтобы человек пришел со слезами, он ушел от меня радостным. Аллилуйя! Я хочу, чтобы пришел человек с проблемами, чтобы он мог вздохнуть и сказать, выход есть, жизнь есть. Аллилуйя! Понимаете или нет? Для этого может быть и не надо много делать капитал обложений. Здесь нужно познание, что я посланник Божий творить атмосферу Божию на том месте, где я нахожусь. А это мой дом, моя работа, моя церковь. Аллилуйя! Я не могу быть творцом Божьей атмосферы только в церкви, а дома все по-другому. Друзья мои, оно все в одном пакете. Если я становлюсь творцом Божьей атмосферы, то оно обязательно перейдет и домой, и на работу, и в церкви. Везде это будет. Или не так? А если я дома с кислым лицом, постоянно недовольный, постоянно голодный, постоянно что-то требую, что-то мне постоянно должен. Друзья мои, в церкви, я вам скажу, много не произойдет. И моя цель сегодня показать нам, что мы можем изменить. Вы только можете сегодня взять это, принять решение и сказать, да, я изменю. сегодняшний после обед будет другим. Аллилуйя! Ты никогда не зажигал свечку на своем столе после служения, когда ты кушал, а сегодня зажги ее! Сделай что-нибудь по-другому! Я не люблю делать женскую работу. Это мое исповедание. Женская работа это убираться дома, посуду мыть, воспитывать детей. Ну, это не мое дело, не мой дар. Я люблю вкусно покушать и при этом забыть сказать спасибо. Я, когда кушаю, я тогда становлюсь как волк, я никого не вижу. слава Богу, моя жена, она говорит, Якоб, посмотри, там еще солнце есть, кроме твоей тарелки. Еще есть другие люди. Не спеши, все для тебя это. Понимаете, это точно атмосфера. Спасибо, как вкусно, как хорошо. Вау, сегодня у нас свечка праздник какой-то, что-то я забыл. Нет, дорогой, так теперь всегда будет. Аллилуйя. Я вам скажу, мы с женой любим, рады гостям, но не всегда, честно сказать, не всегда. И женщины поймут меня, когда мы убрались, все чисто, и ты думаешь, вот сейчас могут гости прийти, а их нету. А когда думаешь, хоть бы гости не пришли, они идут, приходят. И слава Богу, что гости приходят. У женщины есть способность за несколько минут убраться, все чисто, аллилуйя. Друзья мои, я понял, что творить атмосферу, это не какое-то глобальное видение, оно заключается в мелочах, в маленьких вещах, которые мало стоят денег, но они имеют большое значение в моей жизни. Большое значение. Еще скажу я секрет нашей семьи. Жена знает, что я люблю футбол смотреть, а я знаю, что она не любит, когда я его смотрю. И у нее всегда есть какие-то претензии ко мне. ты не видишь, что грязно, нужно подбелить там. Мы уже давно пол не шлифовали, а это пять лет не шлифовали пол, а пол пошлифовать, это же легче дом построить. Пол пошлифовать. Я говорю, Лен, мне это не нравится такой разговор. Вот, ты как-то меня мотивируй к этому. И мы долго не могли понять, какая тебя мотивация, ну что, ты не мужик, что ли? Вот. Что тебя упрашивать? Я говорю, ну не упрашивать, а как-то по-другому придумаешь что. И она придумала. И раз только мы приходим домой, она говорит, а что сегодня футбола нету? Я говорю, да есть. Она говорит, посмотри, чего ты напрягаешься, посмотри. раз только я сел на диван, включил, смотрю, телевизор, она мне кофе принесла, прикинь. Кофе. Кофе. Я так уже думал, можешь выключить. пошлифуем паркет. Я так напрягся, она говорит, у тебя получится, ты даже не переживай, я тебе помогу, я буду все держать. Да, конечно, пошлифуем, все сделаем. все сделаем, все будет нормально. Понимаете, есть мелочи, мелочи, но они вот сделать праздник, это не только день рождения, и вообще день рождения это не праздник, суета, вот, праздник, в понедельник сделать праздник, в понедельник, когда вот ни о чем, никакой праздничного настроения, ничего. Сделать праздник. Сделать праздничное угощение. Для себя. Как приятно, правда или нет? Мы вели с моей женой такой... Мы всегда встречаем шаббат. Хотя, ну, как бы, это не учение внутреннего. Но нам нравится в субботу сесть, зажечь свечки и посидеть, поразмышлять. Напиток приятный попить. Аллилуйя! И мы время для нас двоих. И мы так, шаббат, шалом! Говорим эти слова. Я вам скажу, хорошо. Намного лучше, чем ходить дутым, с красным, с красной шеей, вот, с потным лбом. Намного лучше так. Мы можем жизнь усложнить, а можем ее упростить. Можем упростить. Я понял, что первое, что атмосфера, она строит мое настроение. Я вам сказал, атмосфера, она строит мое настроение. Если хорошая атмосфера, то хорошее настроение. Если хороший кусок мяса на тарелке для мужика, у него настроение, о! Правда или нет? Атмосфера. О! 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 Настроение, когда у меня настроение есть, она строит мои решения. Когда у меня хорошее настроение, охота и дом покрасить, охота и эти вонючие этот, ковролин заменить. Все охота сделать. Правда или нет? Когда настроение есть. Все охота сделать. Даже посуду я убираю, когда у меня настроение классное. Уберу посуду. Все. Лена удивляется. Ничего себе. Аллилуйя. Повезло с мужем. Посуду убирает. Вау. Иногда даже я могу полы помыть. Или пропылесосить. Раньше я, это для меня такой грех был. Ого-го-го. А если жена на шею сядет? Да пусть сидит. Чего? Для этого же я мужик. Да несу. Аллилуйя. Она же немощный сосуд. Где ей еще сидеть, как ни на шее? Если так уже мы хотим быть сильными и крепкими и все решать. Или нет? Настроение решает мои решения. Дает или строит мои решения. мои решения, они определяют мое поведение. Это очень, для меня это стало откровением. Какие решения принимаю, так будет мое поведение. Правда или нет? Я сегодня принял решение быть в Екатеринбурге и проповедовать вам. это делает моим поведением. Я забочусь, я стараюсь, я молюсь. Это мое поведение. Оно не наигрывало, настоящее, мое поведение. А мое поведение, оно определяет, кто я на самом деле. Это моя культура. Братья и сестры, это моя культура. Мне не нужно напрягаться. Если моя культура, то все, я это делаю автоматически. Мне не нужно там что-то выдумлять, думать, переживать. Оно идет уже. Это моя культура. Благодарение Богу, которое дает нам постоянно в Господе нашем, Иисусе Христе, где бы мы ни находились, распространять благоухание приятное. Благоухание приятное. На работе, на работе все сидят такие, мама, а ты пришел. Алло, добрый день, дорогие коллеги. Жив Господь. Ну, может быть, это и не надо говорить. Да? Вот. Что такое? Что с тобой? Нормально все? Тебе жена поцеловала сегодня, наверное. Эй! И все. И ты изменил. Ты приносишь. Ты не ожидаешь, чтобы кто-то тебе поднимал настроение. Ты поднимаешь. Ты творец своего. Этого атмосферы. Понимаете, братья и сестры? Не нужно ждать, когда... Мне вообще, я не люблю вот эти вот свидетельства, когда, знаете, вот люди, которые уже поженились, и вот они три года прожили, четыре, и у них интервью берут и говорят, ну вот как ваши... И девушка говорит, о, я думала, что когда я поженюсь, у меня всегда будут цветы, у меня то, то, то. И муж будет за мной ухаживать, и он мне будет сначала набирать, а потом себе. И эти все ожидания. У нас всех так было, да? И потом, и что дальше, и что потом? И она как бы ободряет, ну, людей, что это не так будет. Да? И вот, вот так шуруп был поднятый, и вдруг начинается завинчивание вниз. Но я поняла, что реальность другая. Муж не будет дарить цветы, он не будет за тебя заботиться. Это труд. Брак – это труд. Это нужно много прощать. И все ниже, ниже. И мужик стоит, как будто его сметаной облили. И думает, не оправдал доверие. Слабак. Как же теперь? А как хорошо, когда мы поднимаем наверх. Дорогой мой, у нас все получится. У нас все получится. У нас в Германии культура, где все решают женщины. Какой цвет будет дом покрашен, решает женщина. Какой ковролин будет положен, решает женщина. Какая будет кухня, ладно, пускай решает. Ну, все, до мелочей. Все решает. И я стою, я пришел, как фирма, и они решают, какой будет. И она болтает, 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 говорит, говорит, говорит. Я так стою и говорю, а что, у мужа нету своего вкуса? А-а-а! Он выберет! Он выберет! Я говорю, может, пускай попробует? Может, выберет? Пускай посмотрит. Хотя бы пускай посмотрит, какие цвета есть. Можешь спросить, какой ты цвет хочешь, понимаете? Это, друзья, это реальность, это жизнь, понимаете или нет? Мы можем унижать друг друга, а мы можем возвышать друг друга. И потом он говорит, вот этот цвет, вау, классно, но, может быть, нам бы вот сюда. Да, точно, давай сюда. Аллилуйя. Мужик решил, довольный, счастливый, дом убрал, все подмел, подмел. Аллилуйя, слава Богу. Мелочное. Настроение, атмосфера, которую мы создаем, это великое благословение, друзья мои. И это продляет нашу жизнь. Доброе настроение, унылый дух, что? Вот так вот. Да? А радостный. Благословение. Я вам скажу, что, говоря от атмосферы или творцы, создатели атмосферы, я скажу вам, что мы ничто не сможем изменить снаружи, снаружи, не изменившись внутри. Это просто будет, знаете, как очередная проповедь. Послушал, пошел, как будто дверь, стиральная резинка, все забыли, и все пошли. Но если мы позволим изменяться внутри, если мы позволим, и у нас все для этого есть, братья и сестры, в нас живет Дух Святой. Аллилуйя! Дорогая жена, в твоем муже живет Дух Святой. Муж дорогой, в твоей жене живет Дух Святой. Аллилуйя! Огорчая друг друга, мы можем огорчить Духа Святого. Кто-то понимает меня, друзья мои? И это помогает меня уважать, помогает ценить, помогает считаться с мнением моего ближнего. Не унижать, не оскорблять. Я считаю, что это атмосфера Божьей любви, которая должна присутствовать. Я скажу, не может, а должна присутствовать. Без этого не имеет никакого значения моя жизнь. Неинтересно жить, когда дети тебя не понимают, когда ты с ними постоянно скандалишь, что-то им доказываешь, что-то от них требуешь, когда супруги доказывают, постоянно жизнь в доказательствах. Я вам скажу, это уничтожает жизнь. Нужно измениться внутри. Слово Божие говорит нам Матфея 12 глава. От избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Из этого, знаете, если такой взять перевод наш, разницы нету, что на этикетке стоит. Важно, что внутри. Я вам скажу, что любой может это сделать. Что человек говорит, то, что от него исходит, то ты можешь сказать, что у него внутри. Чем? Или он озабочен на работе, или у него машина сломалась, у него проблема, или у него хорошо, или у него... Ты все можешь узнать при разговоре. Это простая, нормальная психология. Ты все можешь узнать. Наша разговорная речь, это как индикатор, который показывает тебе. И поэтому, когда ты пошел к психологу, он ничего тебе не говорит, он только тебе вопросы, глупые вопросы задает, чтобы ты мог начать говорить, чтобы он мог понять, о чем, чем ты сдвижешься, где твои мысли, в чем твоя проблема. Я вам скажу, если в сердце, я не хочу сказать зло, или вот какое-то вот это вот... Я вообще, я вам скажу, я верю в исцеление характера. Некоторые говорят, я такой вот родился, я такой и останусь. Нет, друзья мои, братья, пожалуйста, вы такие не останетесь, я вам гарантирую. Бог говорит, я заберу каменное сердце и дам вам нежное, мягкое, плотяное сердце. Скажет кто-то из мужчин здесь аминь, а? Не соглашайся, что теперь ты вот такой грубый, ты с этой грубостью умрешь. Нет, 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 это не моя судьба. Я знаю Господа, который добро относится ко мне, и я изменюсь. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Я запретил людям поздравлять меня с день рождения и говорить эту фразу, оставайся таким, какой ты есть. Я сказал, я не принимаю это. Для меня это проклятие. Я хочу изменяться и преображаться все больше в образ Иисуса Христа. Аллилуйя. Правильно или нет? Я еще не достиг того, куда я хочу. Моя цель, я еще не все могу. Иногда я раздражаюсь, иногда я еще, где-то еще кому-то, где-то могу быть задумчивым или еще что-то. Эй, я хочу изменяться. Ну, одно, что я хочу, я хочу быть творцом атмосферы Божьей. Я хочу прийти и принести надежду людям, принести радость людям, принести веру людям, принести прощение людям, принести любовь людям. Аллилуйя. У нас было каждый год, почти, там с интервалом, может, немножко больше, четверо детей. Я работал, целый день на работе. Лена одна дома. Один там, знаете, когда они вместе все, это, это, ну, это война. Да каждый день война. Да, хотя они самые послушные дети, но все равно. И вот это вот, и раз только, я отработал, девять часов, я заработал деньги, я иду домой усталый и захожу домой, а там, там тарарам. Значит, все кричат, все быстро ходят, дверями стучат. Бывает такое? Нет? Да. Одна женщина подходит ко мне и говорит, пастор, я не знаю, я правильно сделала или нет, я сняла двери и отнесла их, и теперь дети не стучат дверям. Я говорю, почему ты раньше мне не сказала, я бы тоже снял бы двери. Чем доказывать, ему там говорить, ты не стучи дверями, папу это раздражает. Снял дверь. А он же хочет закрытой дверью быть. Он же становится прозрачным с открытой дверью. Представь себе. Да? Ты все видишь, что он там делает? И для него это как будто тюрьма с открытой дверью. И он, пап, ну давай, будешь еще стучать? Нет, не буду. Повешал. Аллилуйя. Но это пришло опыт позже. Позже. И ты приходишь домой, и вот здесь вот атмосфера никудышная. Все, закончено. И как ты прореагируешь? Брат мой, как прореагируешь? Что будем делать? И вот здесь вот творец Божьей атмосферы. Домой пришел усталый, но священник. Человек, знающий своего Бога. И ты начинаешь потихоньку разруливать. Успокоил жену, иди отдохни с дитями. Убрались, прибрались, поговорили. Хорошо. Моя дочь, которая сейчас служит пастырем, она говорит, папа, для меня самое страшное было, это твое наказание. Я говорю, доченька, я же тебя не бил никогда. Какое наказание? Она у нас такая, ну, горячая девушка. если другое только скажет, что папа тебе набьет уже в слезы, покаяние, а ей э-э-э. Нужно ключ подобрать к этому ребенку. И я садил ее и говорю, доченька, садись. Ты неправильно поступила, и папа должен тебя наказать. А чтобы тебя наказать, а у нее попа такая красивая, знаете, ну, мягкая. Вообще, мы сейчас это отменили, вот это наказание, там, это розга, это все не то, друзья мои. Это несет только проклятие. Я говорю, чтобы меня тебя ударить по этой красивой попе, папа должен разозлиться. Я не могу так сейчас ударить тебя. А если я разозлюсь, то я тогда уже согрешил, что будем делать? И она так сидит, не знаю. Я говорю, давай помолись за папу, чтобы папа тебя наказал и не согрешил. И вот эта вот, она говорит, эта молитва, это самое страшное было для меня. Самое страшное. Господи, и там как ребенок может, знаете, да, там уже, когда такая молитва совершилась, там уже такое, уже очковтирательство. Но самое главное остается след, остается атмосфера мира, благословения. не так ли, друзья мои, на работе, на работе. Сколько люди начинают требовать своего и не поймешь, или он проповедует, или он что-то требует, или еще что-нибудь. создавая атмосферу, атмосферу доброжелательности, атмосферу любви, кого-нибудь угостить кофеем, кому-то послужить, кому-то не требуй своего. Это есть атмосфера. Это есть атмосфера. Творец атмосферы. Изменившись внутри, мы сможем это сделать. Мы идем к нашей завершению. Я хотел бы обратить еще на несколько коротких, короткое внимание. Изменившись внутри, без поклонения, или культуры поклонения в моей жизни почти невозможно. Иисус говорит, я ищу себе поклонников. И мы, как всегда, мы думаем, что поклонники это сидят, которые только здесь, которые вот поют, играют, это поклонники. Но я вам скажу, что поклонник это стиль жизни. Я моими поступками, если мы преклоняемся к колене, то это не то, что какой-то, это просто религиозный акт, который я совершил. Но я это показываю внутри себя, что я признаю, что Господь, Который Ему служу, Ему я обязан моей жизнью. я доверяю, я поклоняюсь, я говорю, господствуй Ты, Господь, в моей жизни. Это есть истинное поклонение. Понимаете, друзья мои? Я могу петь песни, я могу танцевать, я могу играть, но я не буду поклонником Бога, потому что дома и на работе у меня другая жизнь. Это нехорошо. Вот таких поклонников Бог ищет. Мы с вами все поклонники. Мы с вами все поклонники. Эти прославители поклонники, они нам помогают, чтобы еще ближе подойти, ближе подойти. Бог ищет себе поклонников. Меня восхищает апостол Павел, когда они силой после проповеди Евангелия создатели настоящей небесной атмосферы. Их заключили в тюрьму, посадили в колоды, заковали в колоды цепи. Вокруг них все эти ребята собрались, которые были повинны в каком-то деле. И что интересно, здесь написано, что когда они пришли, все, реальность пришла, ночь, двенадцать ночи, в тюрьме петь Аллилуйя, я вам скажу, не так просто. Почему я это говорю? Если даже у тебя дома еще не все в порядке, ты думаешь, да, классно было бы, как он говорит, вот так вот. И у тебя поистине такие условия. Я тебе хочу сказать, что ты очень близко, чтобы что-то изменить. Аллилуйя. Попроси Бога, чтобы Он открыл твои глаза. Попроси Бога, чтобы Он дал тебе идеи. Попроси Бога, чтобы Он дал тебе идею сотворить, творить мир в твоем доме, и ты увидишь, что будет совершаться во имя Иисуса Христа. Это не то, что требовать. Я постоянно должен просить прощение, или я должна постоянно. Он никогда первый не попросит прощения. Да какая разница, кто будет просить прощение. Главное, чтобы был мир. Аллилуйя. Или не так, друзья мои. Если я первый прошу прощения, это не говорит, что это моя слабость, а это говорит, что я творец Божьей атмосферы. Аллилуйя. Это показывает мою силу в Боге моем. Амин. И здесь, в этом слове, это настолько потрясающе. Написано в Деянии апостолов, 16 главе, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспели Богу. Какая молитва была, я не знаю. На небо придем. Не забудьте спросить у Павла, как он там молился, что это за молитва была. Меня это интересует. Я много молюсь, но еще место не колебалось. А у них поколебалось. Что там за молитва? Какие слова они? Это вот семинар был бы, да? И что? Сделалось великое землетрясение, так что поколебались с основания темницы, тотчас отворились двери. И вот это вот я отметил у себя вот этим толстым, буквами. И у всех узы ослабели. Друзья, вот это вот наша цель. Я не хочу, чтобы в узы людей закреплять, чтобы их где-то рабами кабалить с чем-то. Понимаешь, брат? А я, моя жизнь, моя цель, чтобы эти узы, цепи расслабли, чтобы людей отпускать на свободу, чтобы моя жена могла сказать «Аллилуйя, слава тебе, Господь!» После 20 лет ты услышал мою молитву, муж покрасил нашу спальню, «Аллилуйя!» нужно так долго молиться, друзья мои? 20 лет, чтобы спальню покрасить? Я думаю, нет. Я думаю, не стоит. Можно намного больше сделать этот ответ, быстрее его сделать. Правда или нет? Живите, действуйте так, чтобы узы слабели, чтобы, придя, увидя вас, люди почувствовали свободу. Я хочу дальше жить. Не все так плохо. Слава Богу! Может быть, и не будет стол таким большим, шикарным, царским. мелочь, атмосфера, атмосфера, которая царит за столом, это делает мое настроение. А мое настроение делает мои поступки. Мои поступки, они определяют, кто я такой. Сегодня я буду молодежи говорить о том, что моя жизнь не имеет значения. Моя жизнь не имеет голос. Это было великим откровением в моей жизни. Я буду делиться примером, который лично Дух Святой показал мне, указал. Это сильно. Я увидел разницу, что значит быть успешным человеком и быть человеком со значением. очень 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 интересным. Я творец Божьей атмосферы. Меня восхищает одна цитата, которую сказал однажды Билли Грейм, и это уже будет сегодня последним. Он сказал, быть христианином это не однажды покаяться, это ежедневный процесс, в ходе которого мы все более и более уподобляемся Христу. все мужи, которые мы находим в Библии, о которых мы проповедуем, они говорят, я хочу, чтобы достичь, как достиг меня Христос. Это моя цель. Тогда будет все изменяться. Друзья мои, я верю в живого Бога. Я верю в Бога, который меняет обстоятельства в моей жизни, который дает мне способность делать вещи, которые люди не могут себе представить. Я верю, я верю, что я творец Божьей атмосферы, где бы я ни находился. Если я говорю по телефону, или это архитектор высокой величины, или это заказчик, который, быть может, собрал последние деньги, чтобы отремонтировать свою квартиру. Я хочу, чтобы в моем разговоре люди могли бы улыбнуться, могли бы засмеяться, могли бы почувствовать, что не так все это сложно, как мы это иногда делаем. я человек Божьей атмосферы. Я вам скажу, друзья мои, не нужно в этом напрягаться, в этом и есть благодать, в этом и есть благодать, когда я позволяю Господу, разрешаю Ему с поклоном, приходи, то вот здесь вот приходят перемены, вот здесь приходят перемены, вот здесь приходят перемены, когда приходит твой сын, ему 30 лет, он больше тебя, и он подходит тебе, и мы обнимаемся, и он говорит, папа, когда я тебя обнимаю, как хорошо, я чувствую, что я не один. Когда приходит время разборок, друзья мои, когда мы начинаем разбираться, доказывать нашим детям, они не то делают, что мы хотим, папа с мамой хотят самое лучшее, он делает совсем другое, и здесь мы начинаем проявлять свой характер, мы начинаем показывать, кто я есть, кто хозяин в доме, мы начинаем говорить, ты больше мне не сын, если ты так будешь поступать, милые мои, кто дал нам это право, кто, это кровь моя, это плоть моя, может быть он еще не то делает, что я желал бы, и хочу, и ожидаю, но это моя кровинка, я никогда не скажу эти слова никому, особенно моим детям, я скажу ему, сынок, у меня другие представления на жизнь, но знай, в папином сердце у тебя всегда самое большое место, ты можешь всегда прийти ко мне в любое время, если даже со стыдом и позором я не укорю тебя, ты всегда найдешь прием и приют в моем доме, я вам скажу, эти слова, они ломают намного больше, чем самая горячая проповедь или молитва, ты открываешь дверь, ее не закрыв, даешь возможность снова войти, никогда не говорите друг другу, тебя никто и ничто не изменит, все меняется, друзья мои, все меняется, твой муж может поменяться за одну ночь, я верю одно прикосновение Бога, все меняется, я верю в это, все меняется, в жизни все меняется, я понял, где я сегодня, это не говорится о том, что я буду там завтра, и что со мной было вчера, я проповедую новый день, я проповедую надежду, я говорю, что все изменится, и это чисто библейское основание, Бог говорит, я творю, все все новое, скажи, скажи, сегодня, Господь, я разрешаю, твори во мне все новое, делай меня новым человеком, я знаю, здесь люди сидят, может, вы первый раз пришли на это служение, вы думаете, что там этот немец так убивается, о чем он говорит вообще, мое одно желание, чтобы сегодня повстречались с Господом, если это произойдет, у вас все в жизни поменяется, все поменяется, это вопрос веры, это вопрос веры, я буду сегодня после обеда об этом больше говорить, все поменяется, сегодня мы даем каждому возможность познать, узнать этого Бога, и это не только мое благословение, которое я никому не дам, я говорю, друзья, возможно, возможно иметь счастливую, благословенную жизнь, возможно, независимо от изобилия имения, возможно, 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 твой шанс, твой момент, может быть, я и сегодня для этого приехал, чтобы кого-то поддержать здесь, кому-то дыхнуть вот это дыхание надежды, Аллилуйя, я исполнил свою миссию, я верю, что я сотворил атмосферу, которая поможет вам дальше жить, дышать, идти, бороться, Аллилуйя, вели господь, 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 мы давно сидим, давайте встанем, это и для здоровья хорошо, и для духа хорошо, аллилуйя, 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 благодарю тебя, дух святой, благодарю, что ты в нас. Когда ты пришел, то излилась любовь в нас, Господь, небесная любовь. Я сейчас молюсь здесь за исцеление характера, конкретно, на тебе поставили печать, тебе объявили, тебе сказали, тебя не изменишь. Я сегодня посланник от Бога разрушить эти слова в твоей жизни и сказать, ты изменишься во имя Иисуса Христа, придут перемены в твою жизнь. Быть может, твой папа объявил и сказал, все, с тебя толку не будет. Я скажу тебе, будет толк, потому что Господь, Он меняет все во имя Иисуса Христа. Если ты здесь просто можешь потихоньку поднять свою руку, чтобы другие не заметили, а у других глаза закрытые, пусть нечего смотреть сейчас на других, мы просто даем Духу Святому и мы скажем, да, Господь, да, да, вот я, вот я, который всегда приносил какого-то червяка в общество, постоянно какое-то недовольство, всегда находил я какое-то, чтобы где-то кому-то испортить настроение. Сегодня я принимаю мое решение и говорю, Господь, я новое творение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Прими это верой. Эти все бесы, они уже не имеют власти над тобой. Твое объявление, твое заявление, оно имеет величайшую силу в твоей жизни. Мое имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, здесь за дорогих женщин, матерей, девушек, которые, быть может, борются в своей жизни, бьются, как рыба оплет, но столько результата мало. Дух Святой, моя молитва, чтобы ты сегодня показал им путь, идеи, слова подсказал, которыми они смогут изменить свой домашний уют во имя Иисуса Христа и завладеют сердцами своих мужей. Я прошу тебя, Дух Святой, открой, 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 Дух Святой, открой, Аллилуйя. Я молюсь за атмосферу на твоем рабочем месте. У тебя уже почти руки опустились, тебе даже неохота вспоминать об этом. Я молюсь, чтобы Бог изменил эту ситуацию во имя Иисуса Христа. Всякие унижения, оскорбления, чтобы Бог перевернул и ты стал творцом Божьей атмосферы во имя Иисуса Христа. Если ты никогда не молился и не благословлял своего шефа, то сегодня это самое высокое время сказать, Господь, благослови его, благослови его финансы, благослови во имя Иисуса Христа. Я благословляю тебя на новые решения, правильные решения в Духе Святом во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Если ты был тем человеком, который заковывал людей в цепи, ты делал, ты сделал вокруг себя людей рабами, они боятся тебя. Сегодня пришло время прикоснуться к Богу, чтобы цепи расслабли, упали во имя Иисуса Христа. И это моя молитва прямо сейчас. Господь, всякий враждебный настрой, всякие действия, которые высвобождают колдовство в нашей жизни, мы сегодня это разоблачаем во имя Иисуса Христа и говорим, мы свободны, мы поклонники живого Бога, меняющие, меняющие атмосферу нашей жизни во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Я обращаюсь, может быть, здесь есть люди, которые хотят принять сегодня Иисуса Христа, пригласить и сказать, Господь, я разрешаю, зайди в мою жизнь. Мы это называем таким первым обращением, первым покаянием, то у вас есть возможность сейчас. Вы можете смело, без каких-то там напрягов, подойдите сюда, мы совершим с вами молитву, можете встать сюда вперед и сказать, да, сегодня мой момент, я хочу сказать мир моему Богу, я хочу сказать, прости мои грехи, это ваш момент, вы можете просто это сделать во имя Иисуса Христа. Иисуса Христа.